Добрый вечер, друзья мои. Сегодня у нас с вами будет интересный вечер. Сегодня у нас в гостях уже второй раз, кстати, за последние два года. Человек, которого вы просили давно еще раз пригласить в гости. У нас сегодня в гостях телеведущий и журналист Денис Бигус. Автор и ведущий программы антикоррупционных расследований Наши в Рощи на телеканале ЗИП. Взял лучшее у калькулятора Мадеры и реестра Юрлиц. На Майдане не стоял, потому что холодно и некогда. До того, как приносить страдания нынешнему руководству, занимался тем же на телеканале ТВА и в агентстве Интерфакс Украина. В профессии более 10 лет. С 2009 по 2010 узнавал название 40 сортов можжевельника. Чаще пишет короткие шутки в Фейсбук, чем длинные расследования в Ютуб. Лауреат всеукраинского журналистского конкурса «Честь профессии-2014». Денис Бигус в программе Натальи Влащенко «Люди. Харток». Добрый вечер, Денис. Интерьерчик мы не успели заменить уже, извините. Ну вот будем, так сказать, в таком интерьере сговаривать. Долго просили, звучит так трогательно. В России, ну правда, очень часто писали. Мне же пишут много писем, кстати говоря, очень много. Мне, извините за хвастовство, в день приходят иногда до 100 писем в личку, и мне там рвут, так сказать, просят того пригласить или иного, или говорят там какие-то своему заключения и так далее. Вот вы, ваша фамилия часто звучала, ваше имя. Ну, начну с того, о чем, я же читаю ваш, ваш приданный поклонник и подписчик, читаю ваш Фейсбук, и начну с того, о чем, собственно говоря, вы и писали у себя. Несколько дней назад был одобрен закон 37.00. И у всех там началась истерика, все начали писать о том, что это там начало партийной диктатуры и так далее. Это возможность менять хвост списка, да, вы знаете, да, что это закон, не буду пересказывать. В общих чертах. Да, говорю для зрителей, то есть для того, чтобы не провести Петю Васечкина или Васю Петечкина в парламент, если он не оправдал доверие, можно вот этот хвост, который там висит, менять там, допустим, брать какого-нибудь другого человека. Вот в данном случае, как все пишут, они хотели Богдана приводить в парламент, в БПП, да, потому что фракция не видит его в своем составе, и поэтому под него сделали закон. А вопрос у него вот о чем. Как вы считаете, если там законы, кстати, это не первый опыт у нас в стране, меняются под какого-то определенного человека, или под ситуацию, как когда-то с Украина, под Коломойского, в принципе, к чему хорошему это может привести? Зависит от ситуации. Ну, понимаете, если мы говорим конкретно о этом законе, то я не готов вот так вот с лету сказать, не моя компетенция, хорошо это или плохо. С одной стороны, ну, это закон о партийной диктатуре, как его назвали, и это действительно дает какие-то неприятно расширенные полномочия руководству партии. С другой, в идеальном мире, где партия – это партия, то есть это структура, созданная на каких-то общих позициях, да, общей идеологии, и которая базируется на единомышленниках, да, это механизм отсекать не единомышленников, которые там как-то коряво, карьерно пробрались. Но у нас же подавляющее большинство коряво и карьерно пробирается. В смысле, ну, что там, у нас партии-то формируются по принципу, черт, к сожалению, без партий зайти в парламент как-то проблемно. Поэтому в нынешних условиях мне скорее не нравится. Но, как бы это сказать, чтобы четко сказать, хорошо это или плохо, да, надо сначала сесть, подумать и накатать там, трактать от страниц на сто, а этого никто не делал. Но мне не нравится вообще. Ну, теоретически получается ведь, что это такой инструмент для манипулирования, то есть обыстраиваются списки какие-то, они выстраиваются в соответствии с взаимоотношениями, с теми людьми, которые тогда становятся, или с их там опекунами, олигархами, да. И если на какой-то момент эти отношения меняются, говорят, знаешь, уже все, уже там, как бы, вы нам не годитесь, ребята, поэтому мы там будем ребят пониже искать. Окей, но мы можем смотреть на вещи чуть более цинично, да, и при том, при тех принципах, по которым у нас сейчас формируются партии, а именно, там, человек А с деньгами хочет дать часть этих денег для того, чтобы приобрести политическое влияние. Ну, какой-то договор между рядовым депутатом, который становится депутатом за его деньги, и этим человеком, он негласный, а иногда и гласный, заключается в том, что, ну ладно, мы тебя делаем депутатом, но ты делаешь то, что скажет. В принципе, иметь после этого какие-то рычаги влияния на человека, которого ты за свои деньги сделал депутатом, это естественное и прагматичное желание. Поэтому, в общем-то, да, этот закон, он отражает реальность. Другой даже реальность говно, но тут уж, к сожалению, совсем другая песня. Другой реальности у нас нет, говорил. Известный политический деятель. Нам бы с этой что-нибудь начать делать. Еще одно замечательное превращение, это закон об электронном декларировании, да, как вы там элегантно выразились, тоже в своем фейсбуке, сбрили закон у яйца депутат Денисенко, это который журналист Денисенко? Да, как оказалось, да, но я потом уже узнал, я не знаком. Понятно, понятно. А вот как это бриллиантовой руке, помните, брюки превращаются в элегантные шорты. Вот этот закон превратили в элегантные шорты. Как вы думаете, как вы думаете, а нужен ли бы вообще тогда был закон в этом ключе? Я так думаю, что господин Денисенко имеет право стребовать бутылку вискаря с господина Деркача. Он элегантно завершил его работу. Ну, то есть изначально были хорошие, простые и довольно четкие, не без изъяна, да, но адекватные правила электронного декларирования. Потом поправка Деркача сделала это все, как это, оттащила это все на год, что, в общем-то, дико бесит. Потом пришел Денисенко со своим законопроектом и вместо того, чтобы просто вычеркнуть Деркача из истории, под предлогом, давайте отменим поправку, накатал туда еще кучу смягчающих факторов, чем не просто сделал, там, не сделал лучше, да, но чем еще и, в общем-то, сделал хуже, потому что теперь речь идет уже о фактически, да, в значительной мере нивелированном самом законопроекте. А нет у вас ощущения, что именно журналисты, которые там писали о том, что мы должны увидеть небо в алмазе, что мы должны в алмазах, что мы должны новую политику строить, что мы должны быть исключительно честными, исключительно новыми и так далее, они достаточно странно проявляют себя вот за эти два года в парламенте, ну, то есть проявляются они как зрелые политики. Ну, вот журналист Денисенко, человек, который прекрасно понимает, потому что он не механизатор, не тракторист бывший, а человек, который писал об этом во всем, прекрасно понимает, что такое закон, который работает и для чего он нужен. Он приходит и какими-то поправками, да, делает этот закон фактически обезглавленным. Но это же не потому, что он... Мне просто вот в этой формулировке не нравится, что мы начали с Денисенко, который оказалось был журналистом. Я вообще лишь знаю, кто такой Денисенко. Там два Денисенко есть, поэтому я вас уточнил. Есть Андрей Денисенко, который укропается, и журналист. Журналисты себя ведут незрело в парламенте. Я не знаю, но Денисенко себя точно ведет крайне скверно. Я просто против обошли. Хорошо, я уточню, чтобы не... Я тоже против обобщения, на самом деле. Смотрите, депутаты должны, по идее, заниматься законотворчеством, журналистскими расследованиями, коррупционными скандалами и так далее должны заниматься. А. Журналисты и Б. Правоохранительные органы. Ну, как мне кажется. Ну, то есть они пришли в парламент и практически продолжают заниматься тем, чем они занимались раньше. Является ли это логичным поведением, с вашей точки зрения? Кто они? Денисенко? Неэффективным. Я не знаю, чем занимается Денисенко. Пока Денисенко, как депутат, отметился только... Смотрите, там Мустафа, Лещенко, многие другие журналисты, они как раз, они находятся в том же совершенно... В амблах выступают, в котором они выступали и до парламента. Вместо того, чтобы сесть и писать законы. И добиваться принятия хороших законов. Они, например, там занимаются формированием полиции или еще чем-то таким. Ну, я ничего не скажу по поводу формирования полиции. По поводу занимаются, в общем-то, тем же, чем и раньше, так это прекрасно. Ну, то есть, условно говоря, там, Мустафа, Лещенко, люди, которые знают, как работать с информацией, да, продолжая работать с информацией, мне кажется, приносят намного больше пользы со своими расширенными возможностями, чем еще один, условно говоря, там, глухонемой и полупарализованный, никому не заметный штык партии. Да, нет, они пока работают как здравый смысл в основном. Это замечательно. Ну, то есть, они максимально используют те возможности, которые им дает их опыт, да, вкупе с, ну, там, какими-то, там, расширенным депутатским доступом к конфе. Фактически, я сейчас... Продолжая тогда вашу логику, в принципе, так могут делать все, например. Кто? Ректоры приходят в парламент, они должны по-прежнему заниматься своими учебными заведениями, используя свои расширенные возможности. Медики приходят в парламент, зачем писать вообще какие-то там законы? Они могут продолжать там курировать свои клиники, пользуясь своими расширенными возможностями и так далее. Совсем одно и то же. Если ректор с, не знаю, там, какой-нибудь степенью по юриспруденции, приходящий в парламент и начинающий заниматься вопросами, не знаю, сельского хозяйства, да, забив на весь свой предыдущий опыт, он поступает неразумно. Если он приходит со своим багажом знаний и начинает работать именно в том секторе, в котором он работал и раньше, но в контексте парламента, он поступает разумно. Ну, вот, это же простые вроде штуки. Журналист, который умеет вычленить главное, да, и подать это обществу, сконцентрировав его внимание на чем-то значимом, если он приходит в парламент, получает больше информации, имеет больше доступа к значимому, и при этом не использует свои навыки, он... Чудный, брат мой, Господи. А я думала, что люди приходят для законотворческой деятельности в парламент. А где противоречия? Они, оказывается, приходят, ну, абсолютно, это две разные деятельности, это две разные вообще деятельности. Журналистская деятельность и законотворческая деятельность. Вот если бы, скажем, бывшие журналисты пришли и начали реформировать медийный рынок, да, то, что там действительно очень необходимо сегодня, потому что он лежит, я бы поняла. Мне кажется, трагедия этой страны в том, что мы научили все очень классно стебаться, да, но конкретно реально заниматься профессионально своей деятельностью, ну, могут быть, там, 5% людей. Кстати, вы здесь сидите, именно потому что вы профессионально занимаетесь своей деятельностью. Вы занимаетесь, как правило, коррупцией там в среде чиновников, политиков и так далее. Вот скажите, пожалуйста, почему очень классно этим занимаетесь? Проект действительно яркий, очень полезный и эффективный. Но ведь на самом деле дальше ничего этого не происходит. Вот просто ничего. У нас не работают правоохранительные органы. Фактически, много ли людей после ваших расследований просто там завершило свой на данном этапе жизненный путь в камере? В камере нет, из кресел, по-моему, в 2015-м человек, сколько, 6-7. Что тоже, кстати, неплохо. Ну, делаем, что можем. Не, у нас же есть еще поправка на нишу, да, то есть мы там в основном работаем с закупками. И, соответственно, количество, вот у меня более правильным показателем эффективности, да, является какое-то количество снесенных схемы закупок. Количество, давайте назовем это так, сэкономленных для бюджета денег. Ну, вполне неплохое. Более того, я вам скажу, я, по-моему, год назад говорил, что чем меньше вот пафоса вот вокруг закупки, да, то есть какой-нибудь сложный, хитрый тендер, вообще проще всего снести просто его показал. Потому что мы единственные люди, которые там возьмут и покажут, и расскажут о скучной технической вещи, которая никому не интересна, а стоит миллионов 300. Чем пафоснее там и более медийно раскрученная ситуация, чем больше в ней политических и карьерных факторов, тем с ней сложнее. Если считать улучшение в тендерах, в госзакупках и во всем остальном, то оно хорошее, оно существенное, и мы до того тоже докладываем. Ну, не знаю, правильно ли я понимаю, но мне кажется, вы же работаете с симптомами фактически, а не с болезнью. Ну, то есть вы говорите, это хромает, вот этот косой, а этого уже пора пристрелить, потому что все равно ему уже не жить. Но коррупция, это же такая история, когда есть ли не условия, она есть. Нет ли не условий, ее нет. Вот что нужно для этого? Потому что, понятно, мы создаем, уже, наверное, нет ни одного уважающего себя депутата, который не организовал бы себе антикоррупционную платформу или еще что-нибудь такое. И не депутата. И не депутата. Да, это такой эффективно работающий инструментарий. Но что на самом деле должно случиться для того, чтобы эта история начала сама себя пожирать? Понятия не имею. Ну, то есть если бы я знал, что нужно делать для, точнее не так, из серии «Мыши станьте ежами», да, надо каким-то образом поменять вот социальный договор, потому что у нас коррупция является его частью. Да, все, в общем-то, более-менее согласны с ней жить, потому что, ну, работает же. И не в последнюю очередь проблема в том, что да, работает. То есть у нас есть какое-то, в основном, наброшенное государственным аппаратом, да, количество тупых регламентов, которые государство за определенные коррупционные, там, возмездия, ой, возмездия, ну да, вы поняли, да, позволяет обходить, а все остальные, соответственно, закрывают глаза на то, что творит государство. Да, и вот, в общем, как-то так все шатко существует. Единственным ответом на вопрос является сделать подобный подход вот неприемлемым. А как его сделать неприемлемым, я понятия не имею, потому что, если бы я знал, что делать в этом направлении, я бы уже занимался этим направлением. Я понимаю, о чем вы говорите. Ну, тут как бы трудно определить, где курица, где яйцо. Ну, что значит такой подход сделать неприемлемым? Если у вас что-то случается дома, и вам нужно лечить своих близких, и вы понимаете, что если вы там сейчас не раздадите, вы не решите эту проблему, то вы все равно будете раздавать. Да, даже если вам будут рассказывать, и вы сами себе будете говорить, что неприемлемо, это аморально, это еще как-то. Подождите, вы сейчас приводите... У нас просто когда мы говорим о коррупции, причем неважно, о чем мы начинаем говорить, о паршивых дорогах или о трансформаторах за 2 миллиарда, а всегда что-то все скатывается к аргументу, а вот врачам надо давать, потому что у них маленькие зарплаты, учителям надо давать, потому что у них маленькие зарплаты. Это две таких вечных, вот, два вечных тезиса. Давайте сделаем страховую медицину, например, и все, и мы решаем эту проблему. Ну, понимаете, я же не... Честно говоря, до врачей в такой ситуации никому нет дела. Человеку нужно решить свою проблему, неважно, он пришел в контору, где ему нужно взять справку, ему нужно зарегистрировать свое жилье, или ему нужно вылечить близкого. А это как раз то, о чем я говорю. Понимаете, у нас есть правило, согласно которому, чтобы зарегистрировать свое жилье, надо собрать 250 тупых бумажек, у нас есть правило, согласно которому вы должны прийти в эту контору именно с 8.30 до 8.40 на следующий день после полнолуния. Так, может, систему надо менять, когда бы человеку не нужно было давать ничего? Систему менять – это абстракция. Я начал с того, что у нас есть огромное количество правил, которые государство заставляет обходить, создает, чтобы их можно было потом обойти за дополнительную денежку. То, что эти правила надо отменять, ну, это, как это, подрезать щупальца госаппарату, это, в общем-то, общеочевидная вещь, и когда все вокруг говорили о дирегуляции, не в последнюю очередь это имелось в виду. Да, нам нужна не просто дирегуляция, нам нужна, как это сказать, люстрация ведомств и функций. Ну, из серии, чем занимается ваша контора в двух предложениях? Народ делает бумажку, чтобы передать бумажку, все, спасибо, как-нибудь уйдите все сами, да? Вот об этом речь. После подрезания щупалец государства, да, народ начинает, в общем-то, как-то сам вполне неплохо решать свои проблемы, и это, ну, прямой шаг к тому, чтобы не давать, там, в каких-то случаях взятки, потому что нет таких случаев, или их стало меньше. Ну, да, часть, и значительная часть вот всей проблемы произрастает, да просто, ну, этого никто не делает. Без вопроса... Где наш этот, Абрамовичус, который пришел, сказал, что лучшим способом решить проблему с Министерством экономики, убрать Министерство экономики? Вот, кстати, об Абрамовичусе, вы говорите... Абрамовичус, Абрамовичус, по-моему, все-таки, не важно. Мы понимаем, что речь идет о Министерстве экономики, вы понимаете, вот вы говорите, этот, там, я не знаю, Каноненко, условно Каноненко, был плохой. Условный... Безусловный Каноненко был плохой. Абрамовичус хороший, там... А вот Абрамовичус уже условно хороший. Да, этот хороший, этот плохой. Мне кажется, знаете, вся проблема в том, что мы почему-то начали в последнее время наших депутатов, политиков, министров оценивать по тому, что они говорят. Когда мы оставляем в сухом остатке, что конкретно эти люди сделали, оказывается, что не сделал никто и ничего. Не знаю, это вам так кажется. Знаешь, вот смотри, все не любили Шокина и все любили Касько. Ну, условно все, и там, любили, и все не любили. Но, вот, я не знаю, что сделал Шокин, честно говоря, и я не знаю, что сделал Касько. Вот что сделал Касько для того, чтобы реформировать прокуратуру, например. Ну, тоже ничего. Точно так же, как и Шокин. И это и есть результат всех этих разговоров. И то, что Абрамовичус ничего не сделал для того, чтобы бизнесу было легче, да, и экономике было легче в стране тоже за два года, Тоже совершенно очевидный факт. Или будете возражать, Денис? Я хотел бы уточнить, это вы там вначале говорили, что вы, в общем, тоже против обобщения. Потому что только что именно такой хороший пакет обобщений зашел, сразу обо всем. И, ну, они абсолютно некорректны. Вопрос состоит только в одном. Может быть, мы будем... Ведь страна больна вообще разговорами какими-то совершенно пиаровскими. Подождите. Понимаете? Вопрос состоит в том, что нельзя начинать предложение со слов «Я не знаю, что сделал тот и что сделал тот, но я уверен, что никто не сделал ничего». Я не так сказала. Я корректно сказала, что, к сожалению, ни тому, ни другому ничего не удалось сделать. Просто я в более мягкой форме это произнесла. Значит, смотрите. Берем Каноненко, берем Абрамовича, Господи, когда это выучил. Что не удалось сделать Каноненко? Каноненко, там, не удалось... Ему многое удалось, я рассказала. Это отдельная тема, да, но Каноненко не удалось протащить там нескольких директоров госпредприятий. Что не удалось Абрамовичусу? Абрамовичусу не удалось закончить процессы дирегуляции. Так вот, даже в этих двух не удалось, Абрамовичус побеждает по очкам. По тому, что из них кому удалось, Абрамовичус побеждает нокаутом. Потому что ему, конечно, удалось меньше, но ему удались какие-то более адекватные вещи. И мы сейчас вообще не говорим о риторике, потому что у Каноненко нет никакой риторики. Тенис, вопросами дирегуляции я интересовалась отдельно. Так вот, если взять за 100% то, что надо было бы сделать... То сделали два. То сделали два. И поэтому, знаете, это как бы абсолютно ноль на фоне ста, а времени было для этого достаточно. Поэтому я и говорю, что, может быть, надо было делами заняться вообще, на самом деле. Вот делами занимался Каноненко. Че как? Хорошо получилось? Это демагогия. Вот это чистая демагогия. Зато там за углом маньяк-негодяй убил человека. Зачем нам Каноненко? Прекрасный министр, новый, европейский, пришел делать работу. Работу он не сделал. И, к сожалению, в таком случае, в сухом остатке, это ничем не отличается от тех, которые делали там плохую работу. Но потому что мы не двинулись никуда за это время. Нет. И это очень плохо. Мы двинулись, но мы сдвинулись очень мало. И это очень плохо. Но, как бы это сказать, как этот глупый в фейсбуке ходит... Тогда нет повода для восхищения, Денис, понимаете? А это не восхищение. Где тут восхищение? О каком мы восхищении говорим? У нас в Минэкономике реально есть там одна игрушка, которая шикарно и работает хорошо. Это Прозоро и список людей, которые принимали в дне участия, вот он известен. Но здесь есть какие-то 2%, на которые все сдвинулись в нужную сторону. Есть еще, накинем, полпроцента за постановку правильных задач. Да, они не сделаны, но они хотя бы там сформулированы. Это нехорошо. Это просто лучше. Просто в условиях современного мира время – это вещь, которая просто убивает. Смотрите, я видел один раз в Китае, как за неделю сделали 24 километра дороги просто очень быстро, даже меньше, чем за неделю. А у меня на Одесской трассе, где живу, полтора километра уже два года делают. Исходя из этого, пока толстый там сохнет, худой сдохнет. Понимаете? И когда наши министры делают 2% за два года, это означает, что они очень плохие министры. Они просто вот так себе и может быть. Есть проблема. Смотрите. Или, скажем, у нас же привыкли разговаривать разговоры. У нас есть очень много гражданских организаций, которые, знаете, моя любимая тема. Мы сейчас перейдем к вашей любимой теме и попинаем Грантаеда все такое. Давайте закончим с Абрамовича самоканоненткой. Мы, опять-таки, берем сферического Каноненко в вакууме, мне нравится, как звучит, и такого же сферического Абрамовичуса в вакууме. В принципе, мы понимаем, что вот Абрамовичус, он сделал, несмотря на всю его сферичность и окружающий вакуум, он сделал очень мало. Но он хотя бы лежал в нужном направлении. А Каноненко, условно и сферический, сделал очень много паршивых вещей, плюс заодно категорически мешал сферическому Абрамовичусу. Это вот стартовая позиция. Я не говорю о том, что давайте все поаплодируем Абрамовичусу за его 2%, потому что это глупо. Я говорю о том, что пинать в данной ситуации, в данном балансе именно Абрамовичуса за то, что он сделал мало, и говорить о том, что, ой, Каноненко, это демагогия, режут кого-то за углом, давайте его вообще отбросим в сторону, это неправильно и неэффективно. Ну, просто потому, что вы реально пинаете того человека, который хотя бы на 2% продвинулся. И, ну, цены айс. А теперь погнали шарашить Гранд Тойода. У нас не так уже много, так сказать, возможностей времени кого-то шарашить, просто с вами, вы мне кажется, очень человеком таким эффективным и прагматичным. Поэтому вот многочисленные наши, мне кажется, они заведены в тупик, многочисленные наши вот эти вот организации, которые там выписывают какие-то пакеты реформ, которые еще что-то делают, которые там формируют громадянское суспильство и так далее. Какие результаты у этих всех работ? Где они вообще? Их можно как-то потрогать? Вот вы говорите, я сбил 15 схем. Понимаю, это понятно совершенно. Вы их действительно сбили, и это можно потрогать, открыть и посмотреть, что больше Вася К. не получает свои там незаконные миллионы и не отправляет в их обшоры. Здесь вообще что происходит? Я не возьмусь оценивать в цифрах, какой именно процент новых законов, которые мы все считаем значимыми, принят, разработан, да, и как-то они так красиво говорят, адвокатирован теми самыми организациями из реанимационного пакета реформ и всеми остальными, да. Соответственно, создание там НАБУ, НАЗК, борьба за подрезание влияния ГПУ на антикоррупционную, вот эту вот новую прокуратуру и все остальное, она в значительной, очень значительной части лежит именно на РПР и всех остальных, ЦПК и прочих всех вот этих вот, я так понимаю, не особо любимых вами мерзких гран-тоэцких организациях. Просто потому, что когда мы говорим о качественной законотворческой работе, ну, извините, большинство качественных экспертов как раз сейчас оселит там. Ну, в смысле, не Королевская же у нас разрабатывает, к счастью, законы, к вопросу законотворческой деятельности. Она кнопку за с кнопкой против, она вчера спутала. Она министром была. Не очень понимаю, почему есть Королевская, с которой все понятно и так было, по-моему, и до вчерашнего дня. И последний вопрос перед тем, как, возможно, вы мне задаете, донорская экономика. Потому что, ну, предыдущий вопрос, как бы, тоже тесно связан с этим. Понимаете, как мне кажется, донорская экономика – это следствие всех этих вещей, когда мы привыкаем жить на шару. Вот мы там законы мы разрабатываем за чужие деньги, экономику мы пытаемся как-то вытащить за бесконечные долги, которые там транши, которые нам денежные дают и так далее. То есть я это понимаю, конечно, особая ситуация. Я понимаю, что война, я понимаю, что есть же те мамы, кто вам считает. Но вдруг образуется огромная финансовая труба для злоупотреблений. Потому что, ну, зачем вам работать, если вам все время и так дают? Ну, вот приходит какой-то человек и говорит, я тебе вот дам, но я надеюсь, что уже скоро станешь с дивана и уже начнешь что-то делать, наконец. Но мне кажется, то же самое у нас происходит вот в таком масштабе страны, именно из-за того, что это порочная вообще тема – жить постоянно на донорские деньги. Вот нет у вас такого ощущения? Сейчас уже не о грантоедах, а сейчас уже просто вот об экономике. А о кредитовании для экономики? Да. Если это кредитование, да? Знаете, как кредитование для физлица, да, для любого человека, его можно разделить на потребительское и бизнес. Ну, то есть одно дело взять деньги на новый телевизор, другое дело взять деньги на… Мне кажется, что все остальные это тоже понимают. Ну, мало ли. Так вот, кредитование бизнес, да, это прекрасная вещь. То, что большинство кредитов, которые сейчас получает Украина, выглядят как потребительские, ну, это, конечно, беда, но это не проблема кредитов, это проблема того, как ими в итоге распоряжаются. Ну, это же очень взаимосвязные вещи, как мне кажется. То есть ты постоянно получаешь какие-то деньги, которые у тебя есть, ну, а получают деньги там не люди с абсолютно, так сказать, чистой совестью. У них постоянно соблазн эти деньги куда-то увезти. Потому что ты не будешь тратить деньги и уводить куда-то, если ты сам их заработал, а это твои. А если это чужие… Нет, нет, подождите, вы что еще говорите о том, что там… Это прекрасный источник для коррупции. Да, это прекрасный источник, но я сейчас не об этом. Да, и о том, что получить миллиард и откусить от него там 10 миллионов себе в офшоры, это проблема, но это часть проблемы. Получить миллиард и раздать его как пенсии и дотации… Это еще одна проблема. Это большая проблема. Потому что это то самое потребительство… Так у нас так же и получается. Мы затыкаем дыры, потому что мы не работаем с экономикой. Ваш вопрос мне. Появление у вас в программе и, не знаю, там, насчет обложки господина Наливайченко удивительным образом совпавшим с его началом антикоррупционной деятельности. Это просто так совпало или… Я приглашаю в 100 гостей, которые являются отражением ситуации, которая произошла за неделю. Ньюсмейкеров недели. Спасибо большое. Что же, друзья мои, сегодня у нас в гостях был дотошный, ироничный, немногословный Денис Бигус. Известный журналист, любимый вами. А я прощаюсь с вами, говорю то, что говорю обычно. Засыпайте спокойно, просыпайтесь счастливыми, завтра обязательно будет. И посмотрим, это будет зависеть от нас, каким оно будет именно до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok